очередная полировка фар это у нас p120 и и мы начнем поскольку здесь у нас задней правой вот он такой серьезный задирчик вот он маленький вот так ногтем и пальцем глубокий то есть тут надо снимать может миллиметра мотора поэтому вот такой шкуркой начнем это место пока не уйдет как бы не вы всю глубину а потом будет видно вот он результат очень быстро и эффективно сделал запил под выровнял никаких говорится нюансов не осталось теперь берем уже поменьше и все тоже как и было раньше приводим порядок то есть сначала убираем риску по правилу 100 вот 120 240 120 400 500 600 700 800 но потом может еще полторы две ну и и так далее кого насколько хватит терпения и желания вот ну правило их надо соблюдать дальше как я сказал уже все по плану просто я два сразу вот делаю здесь тоже был такой серьезный дирчик которые уже как говорится шкуркой снес все ровно все хорошо теперь продолжаем все в том же духе вот у нас шкурки свежие есть и 320 и 500 есть и ну и так далее то что надо у нас есть снимать смысла особо вижу уже все эти как говорится засняты моменты раз не два так что это чисто по теме не на финише сниму так тоже ничего красиво во всяком случае необычно продолжаем шлифовку вот начинает оптика просветляться коньку теперь настал черед вот такие шкурок на подложке уже с водичкой буду шкурить их следующий у нас будет 1000 вот она у нас шкура и вот смотрите вот после тысячки уже она вид более менее принимать хотя это еще как бы абразив шкурка мы с водичкой аккуратно шкуруем а вот это вот после восьми сутки уже видно разница как видим уже прям блеск приятный начинает на всего лишь 1000 теперь будет 2000 шкура потом 3000 и потом уже полировка 1 2 3 фанат как новенькие куда они денутся и никуда не денутся будут блестеть и будут красивыми вот продолжаем ну да обороты тут кстати для тех кто интересовал 2 и 2 орбита обороты на на серединке так нет не на серединке так на пятерочке где-то четыре с половиной было вот из шести вот такая вот считаю и на вот немножко я водички брызгаю из брызгалки вот так и немножко вот так с водичкой в россии естественно смачивая и также губку вот она накрытывается к сожалению я не здесь надо ставить прокладку которая изолирует поднял воды я ее искал искал не нашел куда-то я ее подел так что вот будем потихоньку потихоньку вот выводится обратите внимание вот 2 2 3 вот 1000 как бы явно видно что левая вот это вот она более мутная то есть вот так потихоньку поступить ступеньки выравниваем вот в принципе уже фара так выглядит после 1000 что можно поставить на машину и ничего страшного не случится но еще будет 3000 к и потом будет еще полирует пока что мы продолжаем нашу работу крайний этап шлифовки абразивной этот резаку 3000 абразивность и продолжаем вот говорится это крайний этап дальше уже будет полирует полирует вот после 3000 после трезака какая у нас получилось все таки он что-то срезает тут тут видна какая-то муть так сказать что-то срезает сейчас посмотрим что будет на выходе вот результат после трехтысячки то фара к нам ближе это 3000 которая подальше это 2000 в общем-то так если сказать как бы большой разницы я уже не вижу вот не вижу вот да что-то такое неуловимое есть как бы более такой влажный незначительный вот когда течу и 2000 разница видна когда 8000 разница видно две трети и две тысячи и тысячи как бы это уже скажем на любителя сильно большой разницы я не вижу но это субъективно мое мнение понятно что риска там меньше вот но это уже как бы настолько не видно что глазом особо не видно но мы пройдем и также заднюю левую фару естественно чтобы все было одинаково вот он результат шлифовки машинка уже и спасибо рубицу в услугах не нуждаемся вон он полировальный чек у нас теперь мы нуждаемся в его услугах а в принципе если поставить на машину честно скажу машины еще с худшими фонарями ездят с более замызганными и тусклыми но мы и будем полировать теперь следующий этап это будет полировка полироли в моей любимой вот он один флакончик мензерна немчики довольно хорошая полироль и эффективно и быстро все делает ну что посмотрим что будет дальше для этого мы и кино снимаем вот мы видим следующий этап после первого номера явно видно что фара красивая вот более точная более прозрачная после второго третья вообще красота ладно снимать и особо больше не буду выплатить свое и чужое уже и так всем стало ясно и понятно последовательность что как делать как бы ребята просят всегда пока ты рассказываете как вы делаете что делаете сейчас 1 2 3 номер и отмывка постановка на машину вот и все мы видим да вот и вот это после первого номера после пола также будет разница и после третьего ну и все все будет красиво и хорош все на этом все финиш снимем как на машине будут фонарики стоять и блястеть вот он финишный вариант все блестит очень красиво нарядно никаких царапин скулов очень даже хорошо вот так все выглядит все теперь мы заняться будем передними фарами собственностью это эпопея началась вот надо делать перешлифую еще раз вот эту и это укрыл машинку на всякий случай не стал пать фары так будет тоже удобно вся полировка и фар на конкретно а потом верну здесь и крылья ситуация все тоже самое все тоже все те же и все так будем полировать потому что вот это вот красота мне очень нравится надо ее убрать вот такая красивая красота и все равно здесь оставила так полка маленькая есть но уже долго я ее пилю ну и эту фару тоже за еще раз пройду чтобы их ровнять один здесь я еще раз повторюсь вот такая полосочка одна маленькая хрень с ней сколько можно уже выживу сморозить уже минут 30 я их шлифую пора уже поглаживать начинать вот такие фары после пяти сутки две рисочки еще остались дальше будем шлифоваться на мокрую прошелся я вот шестисоткой тысячкой двухтысячкой вот женка не нужна вот такие фары у нас стали уже не попрознарашнили вот теперь будем давать уже при помощи полировальника и полирует красота даже после первого номера вот следующий будет второй номер вот такая у нас красота красиво дожить но этот не светится потому что тут не давим вот такая вот блестяка вот он головной наш свет нифига не видно снимать не получается чуть есть тут конечно опять же внутри просматривается как капельки влаги вот здесь тоже самое внутри фаре видно как бы потеки пыли фары старых то пыль заходила влага заходила то смоется на мойках и так далее ну а так светит нормально ну собственно из-за чего порачивались здесь вот было все очень сильно очень очень сильно было это самое облина все вот вот Продолжение следует...